Сколько проваленных внешнеполитических проектов в последние годы было у мракобесных господ из Арефии? Ответ прост – слишком много. В наши дни на какой конфликт ни глянь, там обязательно будут торчать уши злобного карлика, который спит и видит себя в роли грозного международного игрока. На деле, правда, все выходит немного иначе – профуканные миллиарды долларов, несмываемый позор российского ВПК и бесконечная цепочка двухсотых и трехсотых. Полагаем, что нет никакой необходимости перечислять страны, куда заботливый Папа Карло и его Буратино в лице Евгения Пригожина засунули свои хоботки. Гораздо больше нас интересуют итоги этих операций, которые можно назвать только одним словом – провал. Проигранная война в Нагорном Карабахе, захлебнувшееся наступление в Сирии и, конечно же, эпичное фиаско в Ливии. Но на днях интересные новости пришли к нам из Африки и многие зрители с удивлением узнали, что в ЦАР находится военный контингент РФ. Если говорить конкретно, там сидят холопы из ЧВК «Вагнер», которые пытаются реализовать крупный проект Путина. Это на первый взгляд может показаться, будто африканская страна представляет малый интерес для Московии. На самом деле ситуация выглядит немного иначе, а военная операция их там нетов является лишь верхушкой айсберга. Давайте же разберемся, с какого перепуга вблизи столицы ЦАР российские боевики сошлись в кровавой битве с местными повстанцами и почему Путин вцепился в эту страну. Сразу после начала российской экспансии в Сирии путинская кодала посчитала себя творцами нового мирового порядка. Некая идея Фикс засела в голове ботоксного человечка, который уверовал, будто сможет подвинуть США сразу в нескольких уголках нашей планеты. Одним из таких мест является Африка. К слову, на здешних просторах их там нетом приходится конкурировать и не только с американскими спецами, но и с дорогими коллегами из Китая. И если Поднебесная и США умело дирижируют военными возможностями и огромным технологическим потенциалом, то в распоряжении кремлевских гремлинов имеется только грубая сила. Экспорт безопасности, как называют эту манеру сотрудничества некоторые западные специалисты. В 2016 году Москва плотно взялась за ЦАР. Эта страна должна была стать обложкой для Путина. На протяжении многих лет государство страдало от внутриполитических расприй. Кремль, как это часто бывает, решил сделать ставку на только что пришедшего к власти Фастена Арканджа Туадера. В ЦАР пошли эшелоны с российским вооружением, наемниками, Вагнера и прочей хренью. Тот факт, что правительство страны находится в кармане Путина, подтверждает довольно показательный момент. Охраной президента занимаются лично зеленые человечки из РФ. Цена вопроса – контроль над золотоносными рудниками и драгоценными камнями, которые здесь добываются. Вдобавок Кремль надеялся на примере ЦАР распространить свое влияние на другие страны, где заметно ослабевает авторитет Франции. Но вышло совсем не так, как хотелось. Все это время столкновения с повстанцами не прекращались. Более того, вооруженные группы собрали достаточно сил для того, чтобы противостоять российским оркам и марионеточному правительству. Что касается Путина, то его многоходовочка по старой доброй традиции разошлась по швам в самом интимном месте. Полное отсутствие вменяемой стратегии по развитию проекта, а также низкий уровень профессионализма самих инструкторов из Кремля показал, что Москва беспомощна перед лицом африканского хаоса. При этом барашки из РФ умудрились влить в ЦАР несколько миллиардов долларов, а оружие в так называемых центрах военной подготовки, которое открыло ЧВК Вагнера, раздается бесплатно. Это все, что нужно знать о профессионализме зеленых орков из Мордора. Как результат, прямо сейчас в ЦАР происходят тяжелые бои при активном участии отпускников Володи Путина. МИД скрепный кричит о серьезной обеспокоенности и отрицает любое присутствие наемников на территории африканского государства. Но разведывательные данные говорят, что Россия в спешке перебрасывает силы в столицу. Сотрудник МИСИ ООН в негласном разговоре заявил, что концентрация российских боевиков здесь значительно увеличилась. Их задача – удержать власть в стране накануне новых президентских выборов. И это смешно, ведь уже сейчас понятно, что стабильностью в ЦАР и не пахнет, а путинский проект по экспорту безопасности оказался мыльным пузырем. Осталось только понять, сколько их там нет, а восстанется лежать в пустынной земле Африки, прежде чем Москва осознает тщетность своих попыток стать мировой державой.